Как узаконить перепланировку в квартире и что согласовать заранее? Россияне, преследуя цель как можно лучше обустроить свое жилище, предпочитают порой очень нестандартные интерьерные решения. В частности, пытаются снести несущие стены, переносят радиаторы отопления, нарушают требования строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационных норм, а также правила пожарной безопасности для многоквартирных домов. При всем при этом многие собственники даже не подозревают, что при такой масштабной перепланировке нужно обязательно уведомлять жилищную инспекцию и, как итог, получают штраф и решение суда о продаже их недвижимости. Судебная практика показывает, что даже общепринятые и привычные для большинства изменения в планировку жилья могут привести к его потере. В нашем сегодняшнем видеоролике мы расскажем вам, как узаконить перепланировку в квартире и что необходимо согласовать заранее. Смотрите наши видео до самого конца, чтобы не упустить ни одной важной детали. Ставьте лайки и, конечно же, делитесь с нами вашими мнениями в комментариях к этому ролику. А еще теперь на нашем канале каждую неделю в 18 часов вас будет ждать прямой эфир с обзором новостей недели, на котором вы также сможете задать свои вопросы и получить юридическую консультацию прямо от трансляции. Ставьте напоминания. Итак, давайте начнем. Как инспекторы выявляют нарушителей? Обычно инспекторам жилищных инспекций становится известно о незаконных перепланировках в квартирах от управляющих компаний или по жалобам граждан соседей или от районных управ и так далее. И буквально в этом году, в мае в месяце, в СМИ пронеслась новость о том, что инспекторы МОЖИЛ-инспекции выявили незаконную перепланировку в двух квартирах. Владельцы жилых помещений решили, не уведомляя никого, самовольно объединить лоджию и кухню. То есть, работы по перепланировке были проведены без надлежащего оформления разрешительных документов в органе местного самоуправления. Однако, с точки зрения действующего законодательства, это незаконно. Согласно действующему постановлению правительства Москвы за номером 508 ПП об организации переустройства и перепланировке помещений в многоквартирных домах, при проведении работ не допускается объединение лоджий, балконов, террас, веранд с внутренними помещениями. Поэтому, в итоге, инспекторы обязали жителей привезти помещение в проектное состояние. Исполнение предписания взято на контроль МОЖИЛ-инспекции. И такие случаи не единичны. Какую перепланировку не удастся узаконить? Незаконная перепланировка с точки зрения законодательства, это самовольное переустройство и перепланировка помещения в многоквартирном доме, за который гражданин может понести ответственность, предусмотренную законодательством. И далеко не всегда незаконная переделка в квартире сопровождается именно сносом несущих стен с целью объединения пространства. Также примером незаконной перепланировки может являться Первое. Перепланировка и переустройство чердака, снос несущих стен, перегородок, колонн или разбор перекрытий. Демонтаж вентиляционного короба. Перепланировка в домах, признанных аварийными. Устройство полов с подогревом в общедомовых системах горячего водоснабжения или отопления. Перенос радиаторов отопления, подключенных к общедомовой системе горячего водоснабжения или, например, центрального отопления на балконы, лоджии и т.д. А также создание дополнительных ванных комнат или перенос существующих и т.д. Устройство лоджий, балконов, террас, веранд на вторых и выше этажах. Перечень оснований, которые не допускаются при переустройстве и перепланировке помещений, достаточно обширя. Поэтому неважно, какие у вас планы на ремонт, масштабное переустройство или перепланировка. Все это требует проекта и согласования. Сделать несанкционированную перепланировку тайно и пойти в обход закона не получится. Поэтому перед тем, как нанимать дизайнера и строителей, стоит первоначально обратиться за консультацией к профессиональному юристу. Чем рискует человек, решивший сделать перепланировку в обход закона? Рисков на самом деле много. Собственник, сделавший самовольно перепланировку, не поставив в известность компетентные органы, рискует не только нарваться на крупный штраф, но и вовсе остаться без своего жилья. Во-первых, владельцы квартиры могут оштрафовать по статье 7.21 КУАП РФ. Штраф за данное деяние предусмотрен в размере от 2 до 2,5 тысяч рублей. Помимо этого, собственникам могут обязать согласовать перепланировку, зарегистрировав несанкционированные ремонтно-строительные работы. Во-вторых, из-за несанкционированной перепланировки нарушитель рискует остаться без своей недвижимости. По закону, если недвижимость не была приведена в первоначальный вид, суд может вынести решение о продаже с публичных торгов такого помещения в многоквартирном доме с выплатой собственнику вырученных от продажи помещения денежных средств. Это статья 29 ЖК РФ. Но и это еще не все. Владельцы квартиры с несанкционированной перепланировкой могут возникнуть серьезные проблемы при проведении различных сделок с недвижимостью, в частности с продажей. Если даже квартира не попала в поле зрения государственных органов, продать ее не получится, поскольку собственник должен будет предъявить технический паспорт. И если в нем не будет пометки о неоформленном переустройстве, сделка не состоится. Поэтому, прежде чем превращать трехкомнатные квартиры в двушки, стоит взвесить все «за» и «против» и не испытывать терпения сотрудников жилищных инспекций. К тому же, согласовать разрешенные перепланировки не так уж и сложно. Лучше сделать все так, как полагается по закону, во избежание неприятных ситуаций в будущем, которые могут повлечь за собой гораздо более серьезные последствия, вплоть до потери недвижимости. А на сегодня это все. Если у вас остались вопросы по теме сегодняшнего видеоролика, или вы, например, планируете сделать перепланировку жилья и впоследствии узаконить ее, обращайтесь к нам в отдел оформления недвижимости в юридическую компанию Юрвиста. Наши специалисты ответят на все интересующие вас вопросы и помогут. Контакты есть в описании к этому видео. До новых встреч! До новых встреч!